Сборная Дагестана по тэквондо в составе 25 человек проводит заключительный этап подготовки к предстоящему первенству России по юниорам, который пройдет в феврале текущего года. На данном этапе подготовка у тэквондистов проходит под руководством тренеров сборной Дагестана Хасавюрта и бронзовой призерки Олимпийских игр по тэквондо в Рио-де-Жанейро Патимата Бакаровой. Я приехала с Азербайджана помочь в подготовке перед первенством России нашим юниорам. У нас проходят двухразовые тренировки. Сбор у нас начался два дня назад и он будет проходить 12 дней. И вот 3 февраля наши спортсмены уже выезжают на первенство России. Этот сбор у нас получается более спарринговый, чтобы спортсмены почувствовали соревновательные поединки и чтобы выступили хорошо на первенстве России. В Рио-де-Жанейро я выступала в весовой категории 49 кг. Там я завоевала бронзовую медаль. Был первый бой с сербкой. Второй бой у меня был с китаянкой. Она была двукратная олимпийская чемпионка. Но ее я выиграла. Правда, тяжело было. Потом у меня был с француженкой бой. Это уже за бронзу. И вот ее я тоже выиграла и так завоевала бронзу. Тэквондо одинаково интересен спортсменам как мужского, так и женского пола. Правила во время поединков равны как между парнями, так и девушками. Гусейн Даидов, тренер сборной Дагестана, утверждает, тэквондо отличается своей сложностью и техникой. Спортсмены в этом виде единоборств в основном используют удары ногами, что позволяет получить высокие баллы и нанести большой ущерб сопернику. Именно поэтому акцент делается на спарринговой работе. Сейчас команда в хорошей форме. Все ребята на данном этапе уже прошли физический сбор и сейчас технико-тактический сбор проводится. В основном здесь будут спарринги и подводящая работа с личными тренерами. И у кого вес, кто гоняет, они будут индивидуально гонять вес. Очень много технической работы здесь. Как бы сложная для любого спортсмена сложный вид спорта. Потому что здесь очень много правил и очень много запретов, которые нельзя во время боя отвлекаться, нельзя нарушать правила. Очень много замечаний получают именно наши спортсмены, потому что они внимательны. Поэтому здесь нужна координация, выносливость и, конечно, сила духа. Стоит отметить, что в составе сборной Дагестана на первенстве России по юниорам выступит и хасавюртовец Асанхан Гаджиев. Тренер по тэквондо из дюшор имени Шамиля Омаханова Сулейман Ахмедов возлагает на Асанхана большие надежды и готовит спортсмена в усиленном режиме. Подчеркиваю, что совместная тренировка – это один из способов не только показать свои умения, но и приобрести новый опыт и навыки. В последнее время очень часто начали проводить у нас сборы в Хасавюрте. Не только юниорская команда, но и молодежная, и взрослая команда, и папара тэквондо, и шорда тэквондо. Это очень хорошо, что у нас проводят именно такие мероприятия. Это дает хороший толчок для развития тэквондо именно в городе Хасавюр. И у нас потихоньку за счет таких мероприятий очень хорошо развивается тэквондо в городе Хасавюр. Здесь, на этих сборах, присутствуют и воспитанники нашей школы, еще ремни Шамляу Маханова, и на России наша школа будет представлять Гаджиев Асанхан. И мы надеемся на него, и постараемся сделать все возможное. Ребята после первого СКФУ в основном работали все у себя в залах ОФП, общая физическая подготовка. А именно здесь, на этих сборах, как и ранее сказал, идет акцент на спарринговой работе.